ОСАГО в Сбере по выгодной цене Пап, а что вот это за знак? А это значит, надо улыбаться. Нас снимают. А этот? А это значит, где-то рядом бегают дети. Пап, а этот? А это значит, ОСАГО в Сбере по выгодной цене. А это значит, что больше денег останется на мороженое. Больше не нужно ждать знаков. Оформите ОСАГО с выгодой до 70% онлайн или в офисах Сбера. Походу, это залет на миллион. Да блин, почему я так не везет? Ребят, вот, короче, что происходит. Деймлок окутал потолок. Моя тачка едет до сотки, как М5, М10. Ладно, решим. Давай, чек вылетел. Катаны, всем привет. Я знаю, вы очень сильно заскучились по видосам с Белоснежкой. И она уже не Белоснежка, она уже Персик, извините меня. И в этом видосе вы увидите, сколько в ней лошадей после второго стейджа. Вы увидите заезд с очень, очень интересной тачкой. И, в принципе, какие у меня планы на эту машину. Хочу ли я ее продать, хочу переклеить, хочу поставить новые диски. Хочу сбросить с обрыва. Стоп, это очень важный момент. Походу, это заявление Персик мне не простил. И с этого момента все пошло по накатанной вниз. И в таком духе. Короче, смотрите, видос будет реально интересный. Я знаю, что вам 100, 100, 100, 100% понравится. Let's go. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Конечно, BMW. За то, чтобы вы профессионально залили мне масло, я дарю вам такого кота. Все мне нравится в этой тачке. Она просто, ну, медища. Но у меня есть небольшие нарекания по этой машине. Ладно, не буду врать, большие нарекания. Многие из вас сказали, Ангелин, а почему она так сильно дымит? И это было еще до того, как я поставила стейдж. Я тогда не задумывалась, блин, ну что, дымит, дымит. Это же BMW, это нормально. Она же не с салона пришла, поэтому и дымит. А потом, как я начала на ней активно ездить, активно ее эксплуатировать, она стала больше дымить. Ну, как бы, все понятно логически, да? Цепочка выстраивается. Знаете, когда мне звоночек вот конкретный такой позвонил и сказал, Ангелин, тут что-то уже ненормальным пахнет. Когда я стала приходить домой, и мне Дима говорит, а почему у тебя волосы пахнут маслом? Ты что, в сервисе работаешь? Каждый раз, когда я ставлю машину на подземную парковку, я выхожу из нее, и я просто, знаете, как ежик в тумане такая. Иногда так хочется собрать все в узелок и убить давать. Туман. Я еще такая молодец, у меня разбилось стекло. Я, значит, вот так открыла багажничек, думаю, блин, куда же положить ключи? А почему мне их не положить? Не вот сюда, да, не вот сюда, не вот сюда. А сюда, чиназос, я положила вот сюда ключи. Забыла о том, что я их положила сюда. И такая. О, чиназос. Сюда. Сюда. Ну, соответственно, ключи мне проломили вот эту часть. Это пошло вот так вот красиво все паутиной. Так что стекло тоже под замену минус 120 тысяч с установкой. Еще ожидание где-то месяц. Потом, в принципе, по эксплуатации за год, ребят, могу сказать, что мне эта тачка очень понравилась. На второй мастеринже уж тем более. Да, она жрет нереально бабок. Она жрет 25 литров на 100 километров. Масло. Шучу, не банан. Нет, ладно, пока не масло, но бензина. Конечно, я заливаю в нее сотой, чтобы она чувствовала себя лучше. Трачу где-то 40 тысяч рублей в месяц на бензин, я съезжу постоянно. Потом я сделала дитейлинг, это где-то 1100. То сама пленка у меня обошлась где-то в 1200-300. Потом перекрас полный мне делали БГТ. Это тоже 1300, они очень хорошо перекрасили, мне очень понравилось. Диски мне вышли в 250 тоже 300. Я помню, какая была самая неприятная трата на эту машину. Когда я пробила вот то колесо, и ко мне приехала шиномонтажка, вы знаете, я заплатила 18 тысяч за заплату. Это было самое неприятное. Что-то нужно сделать с этим дымом из выхлопной, потому что это никуда не годится. И мне говорят, замени маслосъемные. Но я понимаю, что одними маслосъемными не закончится. То есть там нужно будет дальше рыться, а может быть и до капиталки найдем. Но упаси боже, потому что я сейчас не располагаюсь листами, чтобы потратить лям-полтора на капиталочку мотора. Это прям много. Тем более, я сейчас откладываю на одно благотворительное дело, которое очень хочу реализовать. И надеюсь, у меня получится. А сейчас мы приехали сюда, чтобы замерить тачку. Взять у тебя драги, Саш, и померить ее. Как раз у нас уже плюсовая погода. Сейчас где-то плюс 5 на улице. Более-менее сухой асфальт. И мне интересно, как она будет ехать 0-100, потому что я ее не замеряла. Дымок окутал потолок. Момент X. С учетом того, что у меня очень много женского барахла в багажнике. 0-100, 5-8. Давай еще разок. Раз, два, три. Мне по ощущениям кажется, что хуже было. Не, 4-9. Давай третий разок замеримся. 4-7. Ура, ребят, она поехала с 4-4-0-100. Я так горжусь своей малышкой. Такая ты молоденькая моя. Она мне не дала полностью прокрутить до 7000 оборотов. Во-вторых, у меня чек вылетел. Блин. Что за фигня? Что за фигня? Давай заглушу ее. Я надеюсь, что это не был звук одного миллиона рублей. Все. Отходим. Раз, два, три, четыре, пять. Открываем. Привод. Ехать, привод, ехать осторожно. А почему привод? Я не понимаю, при чем тут вообще привод? Слушай, а что значит ошибка привода? Ошибка привода – это чек. Ну почему, если это обычный чек-энжелин должен вылетать, нет? Нет, нет. Ошибка привода – это и есть чек у головы. Ты понимаешь, что самое тяжелое, что я только что говорила о том, типа, как она офигенно едет, как хорошо, что ей нужно сейчас вкладывать на нее миллион. Ребят, походу это залет на миллион. Дверь открыта. Преумень безопасности. У меня просто реакция на все стрессовая, и я сейчас начинаю улыбаться. У вас тоже такое? Начинаю потихоньку осознавать, что это вообще не входило в мои планы. Эта серия должна выйти после того, как мы съездим в одно особенное место. И те, кто уже посмотрели эту серию, должны понимать, на что я хотела потратить миллион рублей. И вы можете уже хвататься за голову и думать со мной, как это досадно. Это реально досадно, что вот это произошло, и мне очень неприятно, что это произошло. Я просто так не хотела ее ставить сейчас куда-то на ремонт. Я понимаю, что это время. То есть я опять буду месяц без нее. Блин, как будто жизнь с БМВ, это реально жизнь с абьюзером, когда ты вот только начинаешь к нему привязываться. Только у вас самые охрененные отношения, у вас медовый месяц, и тут он просто берет и попадает письма невесточки, ничего. Только у меня еще денег надо закидывать ему. И нет, ребят, если вы думаете, что все на плечах Димы, вы очень сильно ошибаетесь. К сожалению или к счастью, это не так. У тебя в этой машине стоит большой компьютер, он записывает все данные. Чтобы стереть ее, надо подключить и стереть ошибки. У тебя есть только Дышка? Я тебе говорил. Ты же была, кстати. По-моему, есть, но не точно. Сейчас чекну. Если есть, то скинем. У тебя есть? У тебя есть? Реально? Просто Саня, человек, руки, ножницы, камера в механе. Заводи машину. Она, ты слышал, как раз строила? Чека нет, реально. Охренеть. Санечек. Саня, мы в порядке. Мы в порядке. Мы в порядке, Саня. Ребята, пацаны, прияните к кранам поближе. Моя тачка едет до сотки, как М5, М5, М10. Хотя эта малышка старше М5 на два года. Ну и, конечно, это более гражданский кузов, менее спортивный, чем М5 и М10. Блин, офигеть. Моя тачка реально как М5 и М10 есть. Причем это замеры, сделанные на идеальном асфальте, если мы смотрим в интернете. Это идеальный асфальт, идеальные покрышки, идеальные условия всего. Блин, ветер попутный, скорее всего, с горки там, знаешь, еще дополнительно. Мне кажется, что она может поехать 4 ровно. Если бензина будет меньше половины, если я уберу все вещи из салона, если я оставлю только это сидеть, если за меня будет ехать автопилот. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Хочу спросить у вас один вопрос, можно? Вот по таким проблемам сюда. А еще разочек. Ну я понял, я увидел. Что случилось? Вчера вы, значит, делали замеры. Как думаете, кстати, сколько она поехала? Не знаю, сколько же, секунд 6, наверное, да? Обижается. Обижается? Так вы же делали мне вторую встречу, вы чего? Вы чего? Ну я не знаю, блин, ну правда. Давайте я вам подсказку. Давайте. 4, мм. 4,7? Нет. 4,4? Конечно, это движок. 4,4 она едет. Короче, суть в том, что мы на ней, ну так, нормально полихачили в рамках дорожного движения. И она просто в какой-то момент, я подъезжаю к парковке, и человек не горелся. И она как бы снизила скорость. Поэтому я сразу направилась к вам, чтобы мы посмотрели, что такое, что случилось. Ну мы посмотрим, проблема. Надо просто сделать диагностику, как смысл гадать. Не, мы просто прикинуть, сколько мне доставать из моих пустых карманов. Миллион или типа полмиллиона хватит? Ну хотя бы фотографию денег надо. Что они есть, да? Но мы говорили про заднее. Мне Артур сказал, лобовое надо. Какое лобовое? Заднее? Вы о чем, ребят? Вы что? Я его даже сегодня еду забирать. Сейчас. Подождите, мы месяц болтали о заднем стекле. Что-то разбито. Сейчас, блин. Мы начали перечислять список работ, которые должны были провестись на этой машине в A2 Performance. Ну первое там, понятно, массосъемные, т.д. и т.п. И я подхожу и говорю, ну вот еще надо поменять заднее. Оно же как раз к вам приехало, правильно? И тут Сергей говорит, ну какое. Смотри. Вот, это перевесное сообщение. Лобовое стекло заказать можешь? А почему стекло? А почему? Подождите, Мишей все это время говорила про... А ты сказала про какое стекло A2? Заднее стекло. Ты прямо написала заднее стекло. Вот сейчас пришлю фотку. Давай, хорошо. Я ждала это стекло. Как любая телочка из Москва-Сити ждет себе сумку Биркин. И вот я также ждала себе вот это стекло. И ты видел, в каком оно состоянии. Покажи пацанам, в каком оно состоянии. Видишь, оно все блестит. Ладно, решим. Самая часто произносимая фраза в сервисах. Ладно, решим. И забирать в понедельник. Не знаю какой, но понедельник. Все, хорошо, как продиагностируешь, позвонишь, хорошо? Конечно, с удовольствием. Я надеюсь на хорошие новости. Если будут плохие, не звони. Все, спасибо. Пока трудяги из сервиса разбирают тачку, чтобы дать вердикт по мотору и сказать, сколько же будет стоить привезти его в порядочек, мы перемещаемся с вами в другой движ. Ребят, привет. Другой день, другая движня. Я давно на Минке не была и решила приехать, посмотреть, что тут интересного происходит. Конечно, это не заправки в Америке. Тут чуть-чуть все поскромнее. Из того, что я вижу, М4 новая КС вроде как стоит. Convertible M2. Вон, там еще какие-то красненькие машинки стоят. Но самое главное, машина скрывается оттуда. Какой у вас обвес? Ничего себе. На самом деле, первый раз такую тему вижу. Мне нравится вот та белая BMW. Вот эта малышечка такая. Блин, ну, что-то как-то... Ну, конечно, я не осуждаю эту выборку. Ну, как бы ты просто очень милая такая, компактная. Здравствуйте. Девчонки, давайте с Шкодой 1.8 в гонку. Стоим. 1.8, турбо. Правда, без щипов. Если ты проиграешь, то машину отдаешь. А, ну нет. У меня просто нет машин на мусоре. А на своей я не буду. Где M8? Нам нужна M8. Ну, здесь нет. Здесь нет. А, давайте еще раз. Дорогие мои, я не поддерживала бюджет в городе. Но вот эти ребята поступают по умному. Собираются в двышно закрытый, недействующий АЗС вдали от населенных пунктов. Смотрите, как прикольно выглядят. Очень красиво выглядят. Почему разовые диски? Такую купил сразу. Да, мне очень нравится книга. О, господи. Ребят, вот, короче, что происходит. Я не знаю. Наверное, это прикольнее, чем в Америке. Потому что здесь есть свои. Почему купил именно BMW? Подарили. Подарили? Припарковался. Так, М4КС. Пошла танцевать. Короче, я на самом деле всегда мечтала побывать в подобном мероприятии. И, короче, знаете почему? Потому что у нас в Самаре нету таких машин, на самом деле, к сожалению. У нас там единственное, это около ленты. Всегда приезжали чуваки на приоре и просто кальян дымили. И там просто все вот так вот хасалили. Не на таких, конечно, в М4КС, а на каких-нибудь М4КС. То есть это чуть-чуть левел ап такой, да? Блядь, вообще. Прикольно, что такая движня идет. И что пацаны собираются здесь, показывают, кто на что гораст, но в рамках, конечно, правил дорожного движения. Иногда это бывает очень опасно. И сюда приезжают копы, американские копы. На самом деле у меня желание до кого-то докопаться. Но опять же повторюсь, иногда кому-то подходишь, и там сидит девушка рядом. И я на самом деле не хочу... Подожди, а что смущает тебя? Потому что мы подъехали вот к этой машине, а там девушка просто, она даже до сих пор на меня сейчас смотрит, как на тварь последнюю. Но я бы тоже так смотрела, если бы ко мне подъехала вот такая вот блондинка на Гелендвагене. И такая, а сколько стоит твоя машина? И я бы такая... Это новая М2, да? Очень красивая. А в какую цену? Сколько? В районе 10. Ага, 10-2. Ага, короче, это М2 новая, а вон там предыдущая где-то была, вон там, розовые диски. И разница в 6 миллионов. Мне вот эта больше нравится. Больше? Откуда ты ее пригнал? Правильный ответ. Из Германии. Ты первый владелец, да? Из кофемании. Короче, ребят, посмотрите, какие квадратные ноздри. Ну, честно, перед очень похож на что-то китайское. Ого! Нет, салон вообще. Это М-расцветка там на двери? Ой, вообще классно. И смотри, какой экран, видишь, квадратный прям весь. Да, да тут все подобное. А что, звук имеет она? А? Звук имеет? Имеет, садитесь. Оцените, мне не очень нравится. Она какая-то очень злая, она не секси. Ну, такое себе, честно. Смотрите просто, какую Ангелину компания собрала. Вот такой вот у нас бюст прекрасный. Как зовут? Настя. Настя, привет, у тебя прекрасная внешность, и все, у нее классная грудь. Напоследок, я уезжаю, но я хочу вам показать эту красивейшую машину. Вы только глядьте, какой цвет красивый. Просто вау. Кайф. Если персик леить в новый цвет, то я считаю, вот в этот надо. Очень красиво. Прям, девчонки, респект. Так какой вердикт по персику? Короче, чтобы не грузить вас подробностями, перескажу вкратце наш диалог с Сережей. Больше всего я переживала за состояние цилиндров. И знаете, зря переживала. Эндоскоп показал, что с ними все в порядке. Но вот маслосъемные, да, они доживали последние дни, и их надо было срочно менять. Отсюда и масложор, со слов Сергея. Плюс по мелочи пришлось поменять всякие прокладки, фильтры и так далее. Но в целом ничего жизнеопасного для мотора не было. И после всех манипуляций она должна была уверенно ехать и валивать без дымка. Спустя месяц я ее забрала. И вот что случилось дальше. Ребят, это случилось. Спустя ровно месяц я забираю свою малышечку из А2 Перформанс. Но Сергея нет на месте, поэтому он не может рассказать всех манипуляций, которые они провели с тачкой. Но в этом есть и плюс. Мы можем украсть машину и не платить миллион рублей. Я считаю, что это отлично. Пойдемте. Она же как будто цвет поменяла, скажи, да? Как будто она стала светлее. Сейчас я ее запущу. И я очень надеюсь, что у нее не будет этого дурацкого дыма, и она перестанет быть маленьким паровозиком Томасом. Раз, два, три. Она как будто громче стала. Блядь. Пацаны, погнали гонять на ней. Мне нужно спокойно проехать хотя бы первые 50 километров. Вот у нас отсчет пошел. И потом можно уже будет делать выводы. Блин, я так рада ее забрать. Вот знаете, пацаны, вот это вот ощущение, когда ты забираешь машину спустя месяц, как ты ее не видел. И вот ты видишь любимую девушку. Ты ее забрал, не знаю, там от родителей. И у меня сейчас такое прям ощущение. Я прям порхаю. У меня просто в животе бабочки. Знаете, что произошло? Мы встретили моего подписчика. Причем Олда прям максимального, который смотрит меня еще с момента, как я записывала видео для БГТ. И он на М4, у него стейдж, у него 600 с лишним лошадей, но у него задний привод. У нас полный привод и у нас 500 с лишним лошадей. Короче, мы хотим с ним встать, посмотреть, на что эта машина способна. Мне кажется, это будет очень интересный компетишен. И у него очень красивая машинка. Зацените. Обожаю своих подписчиков, особенно их совершенно внезапно встречать на мойке. И, конечно, сейчас будет очень интересно покататься. Let's go! 1, 2, 3 Давай еще раз. 1, 2, 3 Ну не знаю, не знаю. Мне кажется, он мне подъедивает. Пошел, пошел. Блин, это странно. Я прям его хорошенечко так объезжаю. Мне кажется, он на лайтовой проживке. У кого чек вылетел? У меня не чек вылетел. Она у меня написала, что я в положении П. Положение П включено. Представляешь? Подожди. Сейчас. Она у меня... Странное, что ты написала. У меня, подожди. Что-то вылетело. Подожди, у меня чек вылетел. Она у меня не заводится. Блядь. Саша, ты пипец. Что? Как будто стартер вздох. Здравствуйте. Не запускайте. Машины выдали в пласть. А, вот вообще, звук стартера даже нет ничего. Да. Идем. Я думаю, у блогеров машины не ломаются. Они постоянно ломаются. Постоянно ломаются. Плохие, значит, машины покупаются. Ну, какие дарят, знаете? И что, она вообще не фрышит. Не, вообще не заводится. И зарядить охраняющий. Даже на нейтралку не ставится. То есть мы манипулятор даже выделим. Эта гонка оказалась последней для моей машины. Она буквально первый день как может нормально ездить. И как бы на этом пришел ей конец. Конечно, это очень грустно. Спасибо Илье, что попыталась нам помочь. Она, на самом деле, даже в нейтраль не ставится. Она просто стоит в камне. Поэтому мы вызвали манипулятор, чтобы ее подняли. Отвези куда? Обратно в сервис. Вот такой у нас хэппиэнд. Ставьте лайк. Пишите свои комментарии. На таком грустном конце мы заканчиваем. Ребят, вот честно, я была в полном недоумении. И терялась в догадках, почему шестерка так себя повела на дороге. И что послужило причиной поломки. Пожалуй, то были самые долгие два дня томления в ожидании. И я не могла себе найти место. И вот, вечер вторника. Я на важной съемке. И мне приходит смс от Сергея. Провернула вкладыши, что-то на четвертого цилиндра. Как ты думаешь, сколько это еще? Сотен тысяч или миллионов? Я начала плакать, да. Потому что думала, что я на ней хоть немного поеду, проедусь. Странно, что такая фигня случилась. Потому что мы же снимали вообще поддон, но меняли прокладку. И там было чисто. Мы меняли фильтр масляный. В фильтре я, ребят, попросил посмотреть стружку и видел фильтр. И там не было никакой стружки. Там было чисто. Единственное, что была фигня какая в фильтре, это там был сломан, типа, ну, в крышке клапан. Но мы его поменяли. То есть у нас фильтр вытащился вместе с этим клапаном. Мы думаем, не будем рисковать, короче. И заказали новую крышку и воткнули туда. Я просто не понимаю, почему вот у нее пробег 100 тысяч километров. Что я должна была такого сделать, чтобы вот вкладыш повернулся? Ну, я не знаю. Типа, мы просто выехали на эту платку, просто заехали 4 раза. Я разогналась до 20. То есть не было такого, что я ехала там на пиковой скорости, не знаю, 100 километров. Такого не было. Я дала ей прокатиться, то есть она 50 километров проехала в спокойном таком режиме, размеренном. Я не стала специально лезть в интернет, смотреть, насколько обстоят фигово дела. То есть то, что у нас вкладыш четвертого цилиндра, вот что это значит? Типа, это еще сколько денег нужно вложить и ждать сколько? Нужно разобрать, сделать дефектовку. Обычно такие вещи там где-то под миллион выходят. Ну, если на новых запчастях собирать вот этот мотор. Миллион рублей? Да, ну, не евро же. А если по чипу делать, сколько это выйдет? Более бюджетный вариант, сколько будет стоить? Самый бомж вариант, короче, это просто купить бэушный мотор и немножко его тоже взбодрить. То есть поменять также вот эти колпачки. Вопрос, когда нужна машина? Ну, машина нужна к сезону. Он уже у всех начался, уже нет снега. У меня он еще не начался, потому что моя машина не со мной. Не знаю, к началу лета нужно хотя бы. Я понял, но это вполне реально. Смотря сколько это будет стоить, если я пойму, что мне еще ждать и, я не знаю, продать ее что ли. Да, я не хотела продавать, потому что на подарок, но как бы кусок железа тоже мне, который обездвижен, не нужен. Сколько будет стоить купить мотор бэушный, его приободрить и поставить? Очень давно не покупал такое. Рынок вот этих моторов, он такой довольно опасный. То есть их, во-первых, этих машин еще дофига ездят. Много народу делает их из говна и палок и продает. Можешь посчитать мне, пожалуйста, три варианта, там до конца недели найдешь время, посчитаешь, и мы решим, что с ней делать тогда. А в такой примерно кондиции, как ты думаешь, сколько она может стоить? Мне кажется, миллион – это потолок. Миллион рублей за нее – это потолок? Ну да. Новости, короче, неутешающие вообще. Ну да, я не знаю, как тебя утешить, но как бы, блин, что поделать. Ладно, тогда жду от тебя расценок всех, чтобы понимать примерно, сколько это будет стоить. И на связи. Не хочу я распускать нюни, конечно, ребят. Я просто не понимаю, почему мне так не везет. Просто сначала хотела поменять маслосъемное, чтобы оно не дымило. Так оно работало вообще отлично. Никаких нареканий не было. И Дима, когда я покупала, тоже говорил мне, что мотор посмотрел, все хорошо должно было быть. Я не механик, парни. Я досконально не знаю все там узлы этой машины, что нужно смотреть, что не нужно смотреть. К чему надо более внимательно отнестись, а к чему менее. Ну просто я знаю, что на пробеге типа 100 тысяч километров, если это не спортивный мотор, все должно быть окей. Блин, просто реально отъехали на 50 километров. И теперь еще полмиллиона и всаживать в эту машину. Я просто хотела кататься на чем-то. Летом быть с машиной. Я сейчас не знаю, что реально делать. Минимальные затраты сейчас, это будет полмиллиона. И там еще что-то обязательно встанет. Еще сверху там 1600 это выйдет. А мне были планы как бы на другое потратиться. И вы знаете, это видео уже выйдет после трактора на прокачку. Очень много мыслей в голове и очень много развилок, по которым можно пойти. Мне надо сейчас выбрать, что именно для меня в приоритете. Может быть, эту машину я вообще разыграю, продам, избавлюсь от нее. Потому что, конечно, подарок подарком, но ездить на чем-то надо. Но я, честно, очень хотела ее оставить. Я очень хотела ее сделать, потому что мне очень нравится. Я не хочу показывать свою слабость перед вами, но я вот максимально открыто, максимально искренне всегда записываю видео. Вы это, надеюсь, чувствуете. Я делюсь такими слабыми моментами, что да, мне очень обидно. Мне очень обидно, что она... Ладно, не буду я себя жалеть. Все хорошо. Со всем справимся. И с любой ситуацией выйдем победителем. Все будет хорошо.